Брейкинг У нас есть несколько направлений. Это направление творческое, называется «Мама может», когда мамы из нашего клуба проводят мастер-классы для детишек. Мы организовываем экскурсии на различные предприятия города, для того, чтобы детки смогли ознакомиться с профессиями, которые есть у нас в городе. Те, кто любит гулять по Новогинской, наверняка не раз видели этот шкаф. Авторы проекта «Читай Сочи», кстати, это сочинские студенты, просят не проходить мимо, а заглядывать внутрь почаще. Мини-библиотеку постоянно пополняют. Буккроссинг, то есть круговорот книг, которые можно взять, почитать, но потом вернуть обратно, сегодня популярное в городе движение. И, как оказалось, не только среди любителей чтения. Есть одна большая проблема. Некоторые люди забирают их и перепродают. То есть это незаконная предпринимательская деятельность, в первую очередь. А во-вторых, мы это делаем от души, от сердца. Хотим как бы частичку добравности, поделиться знаниями. Может, не у всех есть возможность купить эти книги. А по итогу происходят такие неприятные вещи. Эти и другие проблемы обсуждали на встрече молодежного актива города заместителем главы Сочи по соцвопросам Полиной Дыняк. За круглым столом собрались представители ученического и студенческого советов, спортивных, творческих клубов, патриот-центров, молодые депутаты и волонтеры. Среди озвученных проблем в городе мало площадок для занятий уличными видами спорта. А существующие не содержатся на должном уровне. Еще одна беда – безрецептурная продажа психотропных лекарств в аптеках. Есть проблемы с доступом детских турцентров в леса Нацпарка. В мэрии пообещали помочь решить все озвученные вопросы. Мы развиваем молодежь, даем им ответственность и возможность сегодня быть полезными и нужными. Безусловно, это наша опора. В свою очередь мы ждем от молодежи новые цели, новые смыслы, новые проекты, новую энергию, которую мы будем всегда поддерживать и направлять в нужное русло. Еще одна общая для всех проблема – кружкам и секциям не хватает помещений. Замглавы города сообщила хорошую новость. В Сочи будет Дом молодежи, о котором активисты мечтают уже давно. Сейчас решаются все правовые нюансы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.